Беседа на Псалом 44 Успевающих нужно учение об усовершенствовании, какое предлагает сей Псалом, имеющий надписание в конец о изменяемых, где подразумевается «о людях», потому что мы из всех разумных существ наиболее подлежим ежедневным и почти ежечасным изменениям и превращениям. Мы не бываем тождественны сами с собой ни по телу, ни по душевному расположению. Напротив того, тело наше непрестанно течет и рассеивается, находится в постоянном движении и превращении, то возрастая из малого в большее, то сокращаясь из совершенного в недостаточное. Ибо ни одно и то же с новорожденным младенцем отрок, который ходит в училище и способен понимать искусство и науки, и опять бесспорно иное с отроком подрастающий юноша, который уже в силах приниматься за дела отважные. И от юноши отличается муж крепостью и величиною тела и полнотою разума. И опять, пришедший в зрелость и достигший постоянного возраста, начинает мало-помалу чувствовать лишение, телесная бодрость незаметно у него скудевает, телесные силы слабеют, пока с огбенной старостью не дойдет он до последнего упадка сил. Так мы изменяемы, а потому Псалом всем словом премудро делает намек на нас, человеков. Ибо ангелы не терпят изменений. Нет между ними ни отрока, ни юноши, ни старца. Но в каком состоянии сотворены вначале, в том они остаются, и состав их сохраняется чистым и неизменяемым. А мы изменяемся и по телу, как уже сказано, а также и по душе, и по внутреннему человеку, переменяя свои мысли вместе с предметами, непрестанно нам встречающимися. И мы одни, когда благодушествуем, когда все в жизни идет у нас удачно, иные, в обстоятельствах затруднительных, когда встречаем что-нибудь вопреки своему желанию. Мы изменяемся и от гнева, принимая на себя какой-то зверский вид, изменяемся и от вожделений, делаясь скотоподобными через ластолюбивую жизнь. Кони же на неистовне сотворившиеся, воспламененные страстью к жене ближнего. Коварно уподобляется лису, как ирод, а бесстыдно называется псом, как навал кормильский. Видишь ли, как разнообразны и многовидны наши изменения. Подивись же тому, кто так прилично применил к нам сие наименование. Посему, как мне кажется, один из толковников хорошо и удачно выразил ту же мысль другим названием. Вместо о изменяемых, сказав о лилиях, в скорое увядание цветов почел он приличным применить к бренности человеческого естества. Но поскольку слово поставлено в будущем времени, ибо сказано о тех, которые изменятся, как будто сие изменение произойдет с нами впоследствии, то посмотрим, не указывает ли оно нам на мысль о воскресении, в котором дано будет нам изменение, и изменение в состоянии лучшее и духовное. Ибо сказано, сеется в тлении, востоет в нетлении. Тогда изменится вместе с нами вся чувственная тварь. Ибо и небеса, и яко риза, и обетшают, и яко одежду свиет их Бог, и изменятся. Тогда, по слову Исаии, солнце сделает совсем крат больше себя самого, а луна величиною, как ныне солнце. Поскольку же словеса Божии писаны не для всех, а только для тех, которые имеют уши по внутреннему человеку, то пророк и надписал о изменяемых, как думая о тех, которые заботятся о себе самих и через упражнения в благочестии непрестанно более и более преуспевают. Ибо это есть прекраснейшее изменение, которое дарует нам десница Вышнего. Такое изменение сознавал в себе и блаженный Давид, когда, вкусив в благ добродетели, простирался вперед, Ибо что говорит Ирех ныне ночах, сия измена десницы Вышнего. Посему для преуспевающего в добродетели нет мгновения, в который бы он не изменялся. Ибо сказано, егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко младенец мудрствах, яко младенец мышлях, егда же бы их муж отвергох младенческая. И опять, сделавшись мужем, не прекратил свои деятельности, но заднее забывая, в преднее же простираяся к намеренным утек, к почести Вышнего звания. Посему и то изменение, когда внутренний человек со дня на день обновляется. Поскольку же пророк хочет возвестить нам о возлюбленнем, который принял на себя домостроительство воплощения для нас, достойных такой милости, то говорит, что песнь сия дана сыном Кореовым, ибо это песнь, а не псалом, и потому была передана одним голосом и только стройным пением без сопровождения звуками органа. Песнь же о возлюбленнем. И толковать ли тебе, какого возлюбленного разумеет слово, или и прежде моих слов знаешь это, помня об упоминаемом в Евангелии гласе, «Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Он возлюблен Отцом, как единородный, возлюблен всею тварью, как человеколюбивый Отец и благий Предстатель, а возлюбленное и благое в существе своем одно и то же. Посему некоторые хорошо определили, назвав благим то, чего все желают. Но не всякий может достигнуть совершенства любви и познать истинного злюбленного, а только тот, кто совлекся уже ветхого человека, тлеющего в похоть их прелестных, и облекся в нового, обновляемого в разум по образу создавшего. Кто любит деньги, воспламеняется тленную телесную красотою, предпочитает настоящую славу, тот, источив силу любви, на что не следовало, делается слеп к созерцанию истинного злюбленного. Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим. Слово «всем» не допускает разделения любви на другие предметы, ибо сколько истратишь любви на земные предметы, столько по необходимости не достанет у тебя в целом. Посему-то немногие из людей наименованы друзьями Божиими, как Моисей, о котором написано, что он друг Божий, и как Иоанн, ибо сказано «друг женихов», стоя, радостью радуется, то есть кто имеет твердую и непоколебимую любовь ко Христу, тот достоин его дружбы. Посему и Господь, уже достигшим совершенства ученикам, говорит «не к тому возглаголю рабы, но други, яко раб, не весь, что творит Господь его». Итак, совершенному возможно познать истинного злюбленного. И действительно, одни святые — суть друзья Божии и друзья друг другу, а всякой порочной и невежда — не друг, потому что благо дружбы несовместны с худым расположением сердца. Ибо зло противоборственно не только добру, но и самому себе. Но уже приступим к истолкованию пророческих слов. «Отрыгну сердце мое слово благо». Иные полагали, что сие говорится от лица Отца, о слове, которое было вначале у Отца, и которое, говорят они, Отец извел как бы из сердца, из самой утробы, и от благого сердца произошло слово благо. А мне кажется, что слова сие относятся к лицу пророческому, потому что последующие слова не оправдывают сего толкования об Отце. Отец не мог бы сказать о своем языке «язык мой трость книжника-скорописца», красен добротую паче сынов человеческих, потому что несравнительно с человеками имеет он превосходство красоты. И далее говорит «Сего ради помазатья, Боже, Бог твой, елеем радости». Не сказал «помазатья, Бог твой», но «помазатья», из чего видно, что иное есть лицо говорящее. Кто же это лицо, как не пророк, ощутивший действие на него духа святаго? Он говорит «Отрыгну сердце мое слово благо». Отрыжка есть внутренний воздух. При переварении пищи из расторгшихся пузырьков, поднимающейся вверх, и напитанных хлебом живым, шедшим с небес, и дающим жизнь миру, насыщенный всяким глаголом, исходящим из уст Божьих, то есть по обыкновенному вписанию и насказанию, душа, напитанная священными учениями, дает отрыжку сообразную пищи. А как пища была словесная и добрая, то пророк отрыгает слово «благо». Благи человек от благаго сокровища сердца своего износит благая. Будем и мы искать пищи в слове к насыщению душ своих, ибо сказано «праведной еды насытит душу свою», чтоб сообразно с тем, что напитало нас, произносить нам не какое-либо слово, но слово «благо». Человек лукавый, напитанный нечестивыми учениями, отрыгает из сердца слово «лукавое». Не видишь ли, что отрыгают уста и редьков, подлинно нечто отвратительное и смрадное, изобличающее как сильна и глубока болезнь сих несчастных? Ибо лукавый человек от лукавого сокровища сердца своего износит лукавое. Посему чешем и слухом не избирай себя таких учителей, которые могут произвести болезнь в твоей внутренности, и сделать, что отрыгнешь слова лукавые, за которые будешь осужден в день суда. Ибо сказано «от словес своих оправдишися и от словес своих осудишися». Глаголю «аз дела моя цареви». И сие изречение, конечно, ведет нас к мысли о лице пророческом. Глаголю «аз дела моя цареви» — это значит «признаюсь пред судьею и обнаружением собственных дел своих предваряю обвинителя». Ибо мы приняли такую заповедь — глаголи ты беззаконие твое прежде, да оправдишися. Язык мой — трость книжника-скорописца. Как трость есть орудие письменности, когда опытная рука движет ею для начертания написуемого, так и язык праведника, когда святый дух им движет, погружаемый не в чернили, но в духе Бога живаго. На сердцах верующих написывает слова вечной жизни. Посему дух святый есть книжник, потому что премудр и всех научает, и скорописец, потому что быстро движение мысли. Пишет же в нас дух помышления не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотиных. А по мере широты сердца дух пишет на сердцах более или менее, по мере предуготовительной чистоты пишет или для всех явственно, или неявственно. По скорости же написуемого целая уже вселенная наполнена благовестием. Следующие же за сим слова, кажется мне, должно принять за начало особые речи и не связывать их с предыдущими, но приложить к последующим. Ибо слова «Красен добротою», как думаю, через обращение говорящего сказаны ко Господу. «Красен добротою, паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах твоих». К этой мысли приводят нас Аквила и Симах. Первый говорит «Ты украшен красотою паче сынов человеческих», а Симах «Ты прекрасен красотою паче сынов человеческих». Посему «Красным добротою» пророк называет Господа, приникнув в его божество, потому что воспевает не красоту его плоти, ибо видихом его и не имяши вида ни доброты, но вид его бесчестен, умален паче всех сынов человеческих. Из всего явно, что пророк, созерцая святозарность Господа и объятый ее сиянием душевно уязвленный сею добротою, подвигся божественной любовью к мысленной красоте, а когда она явится душей человеческой, тогда все дотоли любимое окажется гнусным и презренным. Посему и Павел, когда увидел красного добротою, вменил все уметы до Христа приобрящих. И хотя чуждые слова истины проповедь евангельскую называют юродством, уничтожая за простоту речи в Писании, но мы, которые хвалимся Крестом Христовым, которым открыто духом, я же от Бога дарованное нам, не в наученных человеческие премудрости словесех, мы знаем, что в учении о Христе излилось на нас от Бога богатство благодати. Посему-то в короткое время проповедь обтекла почти целую вселенную, ибо обильная и щедрая благодать излита на проповедников Евангелия, которых Писание наименовало и устнами Христовыми. Посему-то проповедь евангельская в своих презираемых иными речениях заключает много убедительного и влекущего ко спасению. И всякая душа препобеждается непреложными догматами, будучи утверждаемой благодатью в непоколебимой вере во Христа. Посему и говорит апостол, им же прияхом благодать и апостольство в послушании веры, и еще, паче всех их потрудихся, не аз же, но благодать Божия я же со мною. «Излияся благодать во устнах твоих, сего ради благословите Бог вовек». В Евангелии написано, что «дивляхуся словесех благодати, исходящих из уст Его». Посему псалом, чтобы яснее представить множество благодати в словах Господа нашего, выразительно говорит «излияся благодать во устнах твоих». По неистощимости благодати в слове «благословите» сказано «Бог вовек». Очевидно, что сие должно относить к человечеству, так как оно преуспевает премудростью и возрастом, и благодатью. Относительно к одному человечеству разумеем, что благодать дана ему как награда за его доблести. Подобное сему выражается в словах «возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог твой елеем радости, паче причастник твоих». Близко к сему и написанное Павлом к филиппийцам, «смирил себе, послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесе». Из всего видно, что сие говорится о Спасителе как о человеке, или поскольку Церковь – тело Господне и Господь – глава Церкви, и как служители небесного слова, посказанному выше суть у сне Христовы, например, Павел имел глаголющего в себе Христа, а то же имеет и всякий, подобный Павлу подобродетели, так и все мы, верующие, каждый сам по себе составляем прочие члены тела Христова, то не погрешит, кто благословение данной Церкви отнесет к самому Господу. Посему слова «благословите» Бог, значит, члены Твои и тело Твое исполнил Бог своими благами вовек, то есть до бесконечности. Припаяши меч Твой по бедре Твоей сильни, красотою Твоею и добротою Твоею. Думаем, что сие в переносном смысле относится к живому Слову Божию, чтобы оно соединилось с плотью, к Слову, которое действенно и острейше паче всякого меча обоюдоостро, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно по мышлениям и мыслям сердечным. Ибо бедро есть символ родотворной силы. Сказано, сии души, я же из Идоши ищресал Иакова. Посему Господь наш Иисус Христос, как есть жизнь, путь, хлеб, виноградные лоза, истинный свет и именуется другими многими именами, так есть и меч, который отсекает страстную часть души и убивает похотливые движения. Потом, поскольку Бог Слова имел вступить в соединение с немощью плоти, то весьма кстати присовокуплено сильнее. Ибо это величайшее доказательство силы, что Бог возмог быть в человеческом естестве. Силу Слова Бога не только доказывает создание неба, земли, моря, воздуха, произведение величайших стихий, И все, что не представим, примерного и преисподнего, сколько домостроительства вочеловечивания и снисхождения к уничиженному и немощному человечеству. Красотою Твоею и добротою Твоею Красота отлично от доброты Красивым называется, что в свое время пришло в полную свою зрелость. Так прекрасна пшеница, когда поспела для жатвы, Прекрасен плод виноградный, когда он с течением годовых времен, переварив в себе соки, достиг совершенства и стал годен к наслаждению. А доброта есть стройность в сложении членов, производящая собой привлекательность, Припаяши меч Твоей по бедре Твоей сильни, красотою Твоею, то есть при исполнении времен, И добротою Твоею, то есть созерцаемым и умопредставляемым божеством. Ибо оно действительно есть доброта, превышающая все разумение человеческое, И все силы человеческие, и созерцаемые одним умом. Познали доброту его ученики его, которым он наедине разрешал притчи, Видели доброту его Петр и сыны Громовы на горе, Видели доброту, которая была светлее светлости солнечной, И удостоились узреть очами предначатия славного его пришествия. И налицы, и успевай, и царствуй. То есть, начав попечение свое о человеках воплощением, Соделай сие попечение усильным, непрерывным и неослабным. Это проложит путь и доставит успех проповеди, и всех покорит Твоему царству. Да не удивляет же нас, что говорится повелительно «успевай», По обыкновению Писания, которое всегда так выражает желание, Да будет воля Твоя вместо «буди», Да приидит царствие Твое вместо «прииди», Истинны ради и кротости, и правды, И наставит вся дивная десница Твоя. Опять слово употребляет, подобный прежнему оборот речи, Будто бы это, то есть, успевать и царствовать, Господь приемлет в награду за истину и кротость и правду. Должно же разуметь ее так. Поскольку у людей все превращено ложью, То, чтобы посеять истину, царствуй над человеками, Над которыми царствует грех, ибо Ты – истина. Кротости ради, чтобы Твоим примером Все были приведены к справедливости и благости. Посему-то Господь сказал, Научитесь от меня, я как крото к есмь, И смирен сердцем. Доказательство же кротости представил в своих делах, Укоряемый молчал, ударяемый терпел. И наставит Тя дивная десница Твоя, Не столб облачный, не огненное озарение, Но собственная десница Твоя будет Твоим путеводством. Стрелы Твоя изощрены сильни. Изощренные стрелы сильного – это меткие слова, Которые, достигая сердца слушателей, Поражают и уязвляют чувствительные души, Ибо сказано, словеса мудрых, Якоже остны воловьи. Посему и псалмопевец, молясь некогда об избавлении его От современных коварных людей, Во врачевании языка льстива Просит изощренных стрел сильного, Но просит также и углей пустынных, Чтобы кого по окаменению сердца Не касаются стрелы слова, Для тех готовы было мучение, Которое и назвал углями пустынными. Для тех, которые сами себя лишили Бога, Необходимо приготовление пустынных углей. Ныне же стрелы Твоя изощрены. Сими стрелами уязвляются души, Восприявшие веру И расплавленные сильной любовью к Богу. Они говорят подобной невесте Уязвлена есть любовью аз. Неисповедимые же и неизреченные доброта слова Это красота премудрости И знак Божий в образе его. Посему блаженны любозрители истинной доброты, Как привязанные к ней любовью, И, воспламеня в себе любовь небесную и блаженную, Они забывают родных и друзей, Забывают свой дом и имение, Не помнят даже о телесной потребности Есть и пить, Но преданы единой и чистой любви. Под изощренными стрелами можно разуметь И посланных сеять Евангелие в целой вселенной. Они по своей изощренности сияли делами правды И неощутительно проникали в души получаемых. Сеито-стрелы, посланные повсюду, Приуготовили народы к тому, Что они пали к стопам Христовым. Но мне кажется, что с большей последовательностью Мыслей восстановится речь через перестановку слов, Так что выйдет следующий смысл. Налицы и успевай, и царствуй, И наставит тебя дивно десница твоя, И люди и под тобою падут, Потому что стрелы твоя Изощрены в сердце враг царевых. Ни один богоборец, и кичливый, и гордый, Не падает ниц пред Богом, Но падают те, которые приняли послушание веры. Стрелы же, падшие в сердца Прежде бывших врагов царевых, Влекут их желанию истины, Влекут их ко Господу, Чтобы бывшие врагами Богу Примирились с ним по научении. Престол твой, Божий, век века, Жезл правости, жезл царствия твоего, Возлюбил еси правду И возненавидел еси беззаконие, Сего ради помазать, Божий Бог твой елеем радости, Пачи причастник твоих. Поскольку пророк много уже говорил, Обращаясь к человечеству во Христе, То возводит теперь слово свое На высоту славы единородного. Престол твой, Божий, говорит он, В век века, то есть царство твое За пределами веков И упреждает собою всякую мысль. И весьма кстати, по покорении народов Пророк воспевает великолепие царства Божия. Жезл правости, жезл царствия твоего. Для того пророк и дал ему собственные его именования, Ясно назвав Богом престол твой Божий. Жезл Божий есть жезл вразумляющий, Но вразумляя ведет он за собою суды правые, А не уклоняющиеся от правды. Посему жезл царствия его Называется жезлом правости. А ща ставят сынови его закон мой И в судьбах моих не пойдут, Посещу жезлом беззакония их. Видишь ли праведный суд Божий? Не на всякого употребляется жезл, Но только на грешников. Но жезл сей называется и жезлом утешения, Ибо сказано, жезл твой и палеца твоя Та мя утешиста. Он называется также жезл сокрушения, Упасеша я жезлом железным, Яко сосуды скудельничи сокрушиши я. Но перст ноябренные сокрушаются ко благу посумых, Так как предается во измождение плоти, Да дух спасется. Всего ради помазать, О Боже, Бог твой елеем радости, Пачи причастник твоих. Поскольку прообразовательное помазание Долженствовало указывать на то, Что сами архиереи и цари Служили также прообразованием, То плоть Господня была помазана Истинным помазанием, Сошествием на нее святаго духа, Который именуется елеем радости. Господь же помазан, Пачи причастник своих, То есть более всех людей, Имеющих участие со Христом. Ибо им дается некоторое частное общение духа, На Сына же Божия, Сошедший Дух Святый, Как говорит Иоанн, Прибысть на нем. Прекрасно дух именуется елеем радости, Ибо один из плодов, Возвращаемых Духом Святым, Есть радость. Поскольку же слово о Спасителе У пророка касается вместе И божеского естества, И домостроительства, Вочеловечивания, То опять, обращая взоры На человечество Бога, Говорит, Возлюбил еси правду И возненавидел еси беззаконие, Желая тем сказать, Прочие люди трудами, Подвигами, Внимательностью Достигают нередко Расположения к добру И отвращения от зла, А в тебе Есть естественное Сродство с добром И отчуждение от беззакония, Но и нам, Если захотим, Нетрудно приобрести Любовь к правде И ненависть к беззаконию, Ибо на пользу Разумной душе Даровал Бог Все способности, Как способность любить, Так и способность Ненавидеть, Чтобы, Обуправляемые разумом, Любили мы добродетель И ненавидели порог. Бывают же случаи, Когда похвально Оказывать ненависть. Не ненавидящие ли те, Господи, Возненавидих И овразех твоих истаях, Совершенную ненавистью Возненавидих я. Смирно истакти икосии От рис твоих, От тяжестей слоновых, Из них же возвеселише те, Чери царей в чести твоей. Пророческое слово, Нисходя по порядку И описав предварительные Дела домостроительства, При озарении духа, Открывающего пророку сокровенное, Доходит, наконец, до страданий. Сказано смирно истакти Икосия от рис твоих. Что смирно есть символ погребения, Научает нас евангелист Иоанн, Сказывая, что Иосиф аримофейский, При погребении употребил Смирну и алоэ. А стакти есть тончайший вид смирны. При выжимании сего благовонного вещества, Что бывает в нем жидкого, Отделяется в стакти, А что остается густого, Называется смирное. Посему и благоухание Христово Благоухает как смирна По причине его страданий, И как стакти, Потому что он не недвижим И не бездействен оставался В продолжении трех дней и трех ночей, Но не сходил во ад Ради домостроительства воскресения, Чтобы исполнить все, Что ему надлежало. Благовухает же Кассию, Потому что Кассия есть Весьма тонкая и благовонная кора, Облекающая собой древесный ствол. И можно думать, Что пророческое слово именем Кассии Глубокомысленно и премудро указало нам На крестное страдание, Воспринятое в благодеянии всей твари. Посему видишь смирну По причине погребения, Стакти по причине сошествия во ад, Ибо каждая ее капля стремится вниз, И Кассию по причине домостроительства, Совершенного плотью на кресте. По сей-то причине говорит пророк «Возвеселишь о тя чере царей В чести Твоей». Но какие же это чере царей, Как неблагородные, Великие и царственные души, Познав Христа по нисхождению Его к человечеству, Они возвеселившие Его в чести Его, В истинной вере и совершенной любви, Прославляя Его божество, О благоуханиях же сих, То есть о приточном слове И об устроении учений Пророк говорит, что они Не скудны были на ризах Христовых, Но разносились по всем зданиям, Ибо под тяжестями, Разумеет огромные дома, А тем, что они были построены Из слоновой кости, как думаю, Показывает богатство любви Христовой К миру. Предста царица одеснуя тебе, В ризах позлощенных Одеяно-преиспещрено, Пророк говорит уже о церкви, О которой узнаем из песни-песней, Что едино есть совершенная Голубица Христова, Которая приемлет на десную Страну Христову, Соделавшихся известными По своим добрым делам, Отличая их от людей негодных, Как пастырь отличает овец От козлищ. Итак, предстоит царица, То есть душа, Сочетанная с женихом словом, Необладаемая грехом, Но соделавшаяся причастницей Царства Христова, Предстоит одесную спасителя В ризах позлощенных, То есть великолепно И священнолепно украшающая себя Учениями духовными, Сотканными и приспещренными. Поскольку догматы Не одного рода, Но различны и многообразны, Объемлют собой учения Естественные, нравственные И таинственные, То псалом говорит, Что ризы невесты Преиспещрены. Слыши, чьи и вишть, И преклони ухо твое, И забуди люди твоя, И дом отца твоего, И возжелает царь доброты твоей, За не то и есть Господь твой И поклонница ему. Призывает церковь К слышанию и исполнению Заповедуемого, И, называя ее черию, Сим наименованием Вводит в свойства с собою, Как бы по любви Присвояя ей право Быть чадом. Слыши, чьи и вишть, Слово вишть Учит ее иметь ум, Приобученный к созерцанию. Обозри тварь, И, воспользовавшись порядком В ней видимым, Восходи таким образом К созерцанию Творца. Потом, Смиряя ей высокую В ее гордыне, Говорит, Преклони ухо твое, Не прибегай К языческим вымыслам, Но приими Смиренное слово В евангельском учении. Преклони ухо твое К преподаваемым В нем наставлениям, Чтобы забыть Те дурные обычаи И отеческие учения. Посему забудь И люди твоя И дом отца твоего, Ибо всякий, Творяй грех, От дьявола есть. Отринь учения демонские, Забудь жертвы, Ночные ликовствования, Басни, Разжигающие на блудодеянии И на всякую нечистоту. Для того наименовал Я тебя своей дочерью, Чтобы ты возненавидела Прежнего отца своего, Который родил тебя На погибель. Если забвением Сгладишь себя Пятна лукавых учений, То, возвратив себе Собственную свою красоту, Окажешься вожделенную Для жениха и царя. Занятой есть Господь твой И поклонница ему. Словами «Той есть Господь твой» Пророк показывает Необходимость повиновения. Поклонятся же ему Все твари. Ибо о имени Иисуса Христа Всяка колена поклонится Небесных и земных И преисподних. И чьи Тирова с дары Лицу твоему помолятся Богатие люди. Кажется, что в хананейской стране Идолопоклонству предавались С особенным усердием, А главный город хананей и Тир, Посему пророческое слово, Склоняя церковь к повиновению, Говорит, что и чьи Тирова Придет некогда с дарами. И лицу твоему, богатие и людькие, Поклонятся с дары. Не сказал тебе поклонятся с дары, Но лицу твоему. Ибо не церковь приемлет поклонение, Но глава церкви Христос, Которого Писание наименовало лицем. Вся слава чери царевы внутрь, Рясны златыми одеяна и приспещрена, Приведутся царю девы вслед ее. Поскольку она очистилась от лукавства Древних учений, Повинуясь наставлению, Забыв люди своя и дом отца своего, То дух святый описывает ее качество, И поскольку видит сокровенную ее чистоту, Говорит, вся слава чери царевы, То есть христовой невесты, Которая через сыноположение Стала уже черию царю внутрь. Псалом убеждает нас вступить Во внутреннейшие тайны славы церковной, Потому что красота невесты Есть внутренняя. Ибо кто благоукрашает себя Для отца, видящего в тайне, И молится, и все делает Не напоказ людям, Но чтобы только быть видимым Единому Богу, То имеет всю славу внутрь, Как и черь царева. Посему и рясны злоты, Которыми она одеяна и преиспещрена, Так же внутрь. Ничего не ищи в наружном золоте Или в телесном преиспещрении, Но представь себе одеяние, Достойное украшать созданного По образу Творца, Как говорит апостол, Совлекшийся ветхого человека И облегшийся в нового, Обновляемого, В разум по образу создавшего. И кто облегся во утробы щедрот, Благость, Смиреномудрие, Кротость и долготерпение, Тот облечен внутренне, Украшен по внутреннему человеку. И Господом Иисусом советует Облещися, Павел, Не по внешнему человеку, Но так, чтобы ум наш Покрывало памятование о Боге. И думай, что тогда Изготовляется ткань духовной одежды, Когда к назидательному слову Присовокупляются и дела с ним сообразные. Как в основу, вплетая уток, Ткут одежду для тела, Так когда за предваряющим словом Следуют сообразные с ним дела, Уготовляется симблаголепная одежда душе, Имеющей вполне и словом, и делом Добродетельную жизнь. А рясны привешивают к одежде, И их должно понимать также В духовном смысле, Почему и называются они золотыми. Поскольку слово обширнее дело, То оно составляет как бы некие рясны, Которые спущены вниз с ткани деятельности. За невестою же Господнюю Следуют некоторые души, Не приявшие к себе семян Чуждого учения, И они-то приведутся к царю, Сопровождая невесту. Да слышат же давшие Господу Обет девства, Что девы приведутся к царю, Но девы, которые близки к церкви, Следуют за ней, Они уклоняются от церковного благочиния. Приведутся же девы В веселье и радовании, Введутся в храм царев. Не те, которые по принуждению Соблюдали девства, Не те, которые по скорби Или по нужде вступили в честную жизнь, Но которые в веселье и радовании Услаждаются таковым приспеянием, Те приведутся царю И введутся не в какое-нибудь Обыкновенное место, Но в храм царев. Ибо сии священные сосуды, Которых не осквернило Человеческое употребление, Будут внесены в святая святых, И дано им будет право Иметь доступ в само святилище, Которого не будут попирать Ноги нечистые. А как важно быть введенным В храм царев, Показывает пророк, Когда молится о себе и говорит, Едино просих от Господа, То взыщу, Ежежитими в дому Господне, Вся дни живота моего, Зреть ими красоту Господню, И посещать и храм святый его. Вместо отец твоих, Быше сынови твои, Поставившие я князи По всей земли. Поскольку выше повелено Забыть люди и дом отца, То теперь в награду за послушание Вместо отец получает сыновей, И сыновей украшенных Такими достоинствами, Что они поставляются Князьями по всей земли. Кто же сии сыны царевы? Это сыны Евангелия, Которые возобладали Всей землею, Ибо сказано, Во всю землю Изыде вещаний их, И сядут на двоюнадесяти Престолу, Судяще обемонадесяти Коленома Израилевома. А если под отцами невесты Разумеет, кто патриархов, То и в таком случае Речь не мимо идет апостолов, Ибо вместо патриархов Родились у нее сыны во Христе, Творящие дела Авраамовы, Которые признаются Равночестными патриархам, Потому что совершили Подобные им дела, За каковые и отцы Удостоились великих почестей. Святые же, Суть князи всей земли По свойству с добродетелью, Так как добродетель По самому существу своему Дает первенство, Как и Акову дала власть Над Исавом. Ибо сказано, Буде господин брату твоему, Посему те, Которые соделались Равночестными отцам И подвижничеством добродетели Приобрели над всеми превосходство, Суть сыны невесты Христовой И матерью своей Поставляются к князи По всей земле. Смотри же, Как велика власть царицы, Эта власть Рукополагать князей По всей земле. Помяну имя твое Во всяком роде и роде, Всего ради люди Исповедятся тебе В век и вовек века. В заключении всего Речь предлагается Как бы от лица Самой церкви. Помяну имя твое Во всяком роде и роде. Какое же это Поминовение церкви? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова